Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Так, ребятушки, ну что, давайте начнем, наверное, с вами открывать сундучки, брать бесплатные карты. Ну, что такое? Вот я заметил, ребята, после того, как обновили игру, стало все очень долго открываться и реагировать. Так, что нам тут достается? Остроконечная шляпа, простые чакры и металлический Шуан Гоу, плюс бонусная карта. Давайте ее глянем. Так, крестьянский доспех, ну, в принципе, все это, ребята, ерунда полная. Слушайте, что за весеннее предложение? Я смотрю, здесь у нас какое-то появилось. Так, давайте возьмем с вами бесплатные карты. Ага, рекрутская форма, ясно, 60 золотых и еще раз бонусная карта. Остроконечная шляпа, да, ничего путевого нам не дают. Давайте-ка еще разочек рискнем, как говорится, погадать на фортуне, и в результате мы получаем что? Робу-монаха, очень великолепно. Все очень слабенькое, ребят, очень слабенькое. Давайте посмотрим, что это за весеннее предложение, 7 дней, 15 часов. Весеннее предложение, отпразднуйте приход весны. Ёлки-палки, слушайте. И все это за 700 рублей, выгода 500%. Я, наверное, возьму, ребята. Ну-ка, давайте глянем, что нам здесь достанется. 39 тысяч золотых, 500 рубинов. А где карты эпические? Вот, вот. Легендарная династия. Что же нам здесь выпадет такого замечательного? Чего я еще не видел, блин. Ну, давай, что ж так долго-то, ребят? Ну, на самом деле, это невыносимо просто. Поехали. Ох ты, пикирующий орел. Ничего себе. Загнанные звери. Это у нас перк. Клык дракона. Легендарный шлем. Роскошный жилет. Эпический доспех. И три стрелы. Легендарный доспех. Ядрить тебя, макарить. Ребята, естественно, я буду сразу же одевать на себя легендарки. Начнем мы с клыка дракона. Так, одеть-то одеть, ребята. Но нам еще нужно расставить сюда хорошенькие перки, ведь верно? Вы смотрите, даже одевает три часа. Что за фигня? А у меня всего два перка есть. Хе-хе, вот как раз их-то мы и поставим. Так, теперь давайте-ка посмотрим, что у нас тут за броня. Во, наверное... Так, погоди-ка. Нет, три стрелы мы поставим с вами. И у нас еще сохраняются три слота для как раз трех перков. Ну, может быть, где-то перка, может быть, где-то и удар можем поставить. Ох ты, какой он у меня. Так, мы вот этот шквал обязательно оставляем. Так, загнанный зверь. Сорок процентов к урону. Тоже. И здесь мы возьмем, наверное, с вами, ребята... Ммм, я, наверное, думаю, что... Это, я так понимаю, ногами, да? Карусель. Да, скорее всего. Ну, я ногами не особый любитель, поэтому я, наверное, укрепление доспех возьму. Да. Так будет, наверное, лучше. Ну, и что же мы можем взамен этого взять? Ёлки-палки. Да-да-да. Вот. Пикирующий орел. Кстати, ребята, этим оружием дралась с нами Джун, когда была в тени. Не напоминает вам оно ничего, да? А мне именно оно и напоминает. Поэтому я его одену. Ёлки-палки. Какое-то оно багованное, ребят. Смотрите. Ядрить, макарить? Ребят, ну как так-то? Ну, не солидно же смотрится, а? Так, ну и у нас еще есть денежка. Давайте с вами откроем редкие вестники. Что нам тут достанется? Какие редкие карты? Нет, ну это невозможно, ребят. Ну. По три часа открывает, заходит. Меня это не совсем устраивает. Так, деревянные камы. Угу. Сумбрачный барьер. Маска посланника. И стальные саи. Да, не густо, конечно. Хорошо, что тут у нас. Бесплатно. Конечно, давайте улучшим, ребята. Что мы от этого теряем? Ничего. Зато улучшим себе какую-то броньку. На халяву. А, это у нас крестьянский доспех был. Ну и ладно. Так, ребята. Вот эту вот броньку я, наверное, себе приобрету. Хотя она слабенькая почему-то. Так, ну что же. Давайте, наверное, с вами непосредственно уже переходить к голове. Смотрите, у нас уже победить боевого фельдшера легко. Так что поехали. Будем его мочарить сейчас, ребят. Как же долго, а? Так. Ну где этот олух? Давайте-ка заодно проверим, что у нас это за поющий орел. Ёлки-ты-палки. Ребят, вы посмотрите, я просто его рву. Это не боевой фельдшер. Это хромой калека. Сколько у меня бой? Ровно 8 секунд шел. Здорово просто. Обалденное оружие. Офигеть. Ну-ка, давайте-ка второй раунд. Я надеюсь, мы его сейчас порвем. Хотя тут и надеяться незачем. Порвем и все здесь. Начали. Ага, понеслась. О, он свои эти потерял. Ну все, родной, приплыли. Ха-ха. Добиваем. Ё-моё, ребятушки, я вообще просто на расслабоне сейчас сыграл. Идеально. Так. И что у нас дальше будет? По сюжетке сейчас будем с вами читать, ребята. Добивание мне дали. Рифленые молоты. Зачем они мне нужны? Шлем пуриста. И стальной шлем. Так, бонусная карта. Опять роба-монаха. Ладно, хорошо. Пускай все это будет у нас лежать до лучших времен. А вот я кое-что нашел. Надпись на стене, которую видно только в теневой форме. Там написано «Взорванная деревня». Это место, где чудовище сломало вышку. Тогда пострадало много людей. Отправимся туда. Нам не удалось полностью одолеть сферу. Но сейчас мы единственные, кто может спасти мир от ее власти. Хм. Хорошо. Давайте продвигаться с вами далее. Юка. И что такая интересная компания забыла в моей деревне? Да ничего, просто проходили мимо. Почему это твоя деревня? Это деревня династии, как и все остальные, что находятся рядом. Легион сжег половину этих деревень. Мы единственные, кто отбили все их атаки. И продолжаем отбиваться. Хотите продолжить разговор? Помогите мне с еще одной атакой Легиона. Ага, отразите атаку амазонок. Сюжет. Неумолимые. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим, кто здесь такие чозо-амазонки и с чем их едят. Ага, вот, значит, какая красавица, да? Ну давай. Проверим тебя. Ох ты. Ого. Так, 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 тихо, не буями, родная. Ну-ну-ну-ну. Слушайте, что-то не айс как-то идет у нас. Надеюсь, она сейчас тут выкрутасы... Тихо, я сказал тебе. Прыгает она мне еще здесь, кузнечик. Получила? Я ее сейчас просто сейчас в сюрике... Ага, хотел расстрелять. Не, ребята, мы ее так подбили. Все, отлично. Только мечики в разные стороны отлетели. Так, ну это был первый бой. У нас еще впереди второй. Ну-о-о. Где-то там, амазоночка. Давай-ка с тобой посоревнуемся маленько. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Слушайте, что-то она замерла. Что-то собирается, наверное... Ага, чудить. Хе-хе-хе. Боюсь тебе... Ого! Ничего себе. Довольно неплохой удар, да? Мне кажется, так. Ах ты. Мелкая стерва, а. Ты посмотри. Так, нет. Мы такого себе не можем позволить тут проиграть. На-ка! Ух, как ветром сдуло. Да, ребята, вот так вот мы проходим амазонку. Так, и дальше мы, наверное, будем с вами разговаривать с Юки. Что она нам пропоет сейчас? Какую очередную байку? Ну что, вот смотрите, ребята. По три часа выходит. Не знаю, в чем проблема. Так, получаем опять же денюжки. Рифленый молот. Да что они на них помешали, что ли? Шапка неумолимого. И шлем пуриста. Бонусная карта. И что нам здесь достанется? Карусель. Угу. Редкий спецприем. Хорошо. Ловко вы управились. Меня зовут Юка. Кота Шейд. Взрыв унес всю мою семью. Шейда я нашла еле живым около разлома. Говорит Юка. Мы с ним стали товарищем по несчастью. Жертв было много. Но те, кто выжил, обрели большую силу. Правда, Шейд? Я из движения неумолимых. Лучших воинов, на которых катастрофа повлияла скорее положительно. Мы против династии, вестников и легиона. После событий в этих местах мы не верим никому. Но у нас есть свой план действий. Интересно познакомиться с вашим планом действий. Ну что же, ребята. Давайте, пойдемте вперед. Юка, мы ищем теневого кузнеца по имени Линк. Он должен быть в вашей деревне. Хмм, что-то не припомню. Такие вещи решает наш лидер. Но сейчас в деревне вы его не найдете. Он отправился на сделку. А нас с Шейдом оставили сторожить разлом. Если не получу от него сигнал в условленный час, то отправлюсь на выручку. Хмм. А пока мы патрулируем окрестности, к разлому пытаются подобраться странные паломники. Но их мы отсекаем еще на подходе. Так, паломничество. Противник заряжает теневую энергию в указанной зоне. Уровень сложности нормальный. Ну что же, давайте будем с вами отгонять паломников. Хе-хе-хе. Ну, иди сюда, усатый ты наш. Опа. Куда там разогнался птичка? Ууу, ребятушки, вата-ватый. Хорош тут бутузить. Ну что, пора, наверное, его... Ах ты гад. Ты посмотри, чё... Чё вытворяет? Хе-хе-хе-хе. Получил. В полете, как говорится. Ну что, всё, ребят, добиваем его. Надоело мне уже изрядно. Опа. Бинго. Так, что? Нам еще нужно? Ага, да, нам нужна еще одна, ребят, победушка. Ладно, сделаем. Зря, конечно, паломчик, ты сюда пришел. Ну и ты же не знал, что здесь буду я. Ты хотел на халявку здесь теневой энергии взять. Но не тут-то было. Да-да-да, кань... Ох ты. Так. Не даем ему, ребята, спуску. Ты задолбал уже, а? Вот квазимода. Ну что, еще одну комбинацию и ему крышка, ребят. Ах ты! Хотел сказать, получи, блин. Ну, всё. Вот так вот, паломничек. Пока. Лежи тут и думай над своим поведением. Так, ну, а мы с вами, естественно, продолжаем. Продолжаем сюжетную линию. И у нас сейчас, наверное, будет какой-нибудь разговор с Юки. Мне вот больше всего так кажется. Скоро, кстати, мы получим с вами 12 уровень. Так, получаем маленький деньжат. Коса просветления. Маска мусорщика. Нагрудник пуриста. И... Бонусная карта. Учебный посох. Понятно. После взрыва образовался разлом, в котором скопилось огромное количество теневой энергии. А потом началась война с Легионом. Ну, это понятное дело. Наша деревня умирала, но появился наш лидер. Вернул нам надежду и придумал, как сделать из разлома наше главное оружие. Он научил контролировать мощность энергии в деревне. Теперь разлом может развернуться до самого дворца столицы. Мы встретимся с Легионом и Династией и покажем, кто здесь настоящая сила. Для этого надо увеличить мощность энергии в разломе. Ну, ничего себе у вас тут задумочки-то. Ха-ха. Так, ребятушки. До сих пор еще пока нормально у нас. То есть вы хотите устроить какую-то катастрофу на всю династию? Как та, что постигла вас? Мы либо остановим войну, либо проделаем с миром то же, что и он с нами. Наш лидер приготовил всем маленький сюрприз. Хм. Это глупо. Нам придется остановить тебя. Я уже говорила, мои люди непобедимы. Вы, видимо, плохо слушали. Согласно плану сюжет, сразитесь с неумолимым. Уровень сложности нормальный. Ладно, ребята, давайте посмотрим, что здесь будет нас поджидать. Юки, да? Или нет? Нет, неумолимый. Так, хорошо. Поехали. Ты смотри-ка. Ох ты. Блин, не люблю я вот эти вот ребята Гуандау и так далее и тому подобное. Блин, слишком далеко они могут бить им. Ага. Вот о чем я вам... Ты достал уже. Ого. Ну, отмашь. Да ладно тебе. Вот это мне прописали, ребята, щей. Ну-ка, будем в рукопашку драться. Ага. Выбили тоже. Блин, зараза. Так, ну тут, как говорится, кто сильнее в рукопашке? Ну, у меня вроде... Ай-яй-яй. Да пошел ты, а, валенок. Черт бы его побрал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, добивай его. Да какого хрена... Эй, кто кого? Ага. Ребят, я. Все-таки я его сюрикенчиком поджарил. Ну, буквально там... Что мне удар, что ему удар оставалось. Так, ладно. Первый раунд за мной. Раунд два. Понеслась. Блин, нельзя так, ребята, расслабляться, а? Оп-оп-оп. Вот, вот уже я понимаю. Пошло дело. Поехали дальше. Ну что ты, неумолимый. Будешь меня просить обощаде? Ха-ха. Прям в полете его подловил. И добивающий. Да, ребята. Так и есть. Да, я представляю, как ему сейчас обидно. Лежит такой, ай, грустный. Думает, ну как же так? Я же вроде бы непобедимый. И проиграл. Ну, что ж поделаешь. Не каждому, как говорится, пить чай с карамельками. Кому-то надо и в грязи валяться. Так, ребят, награда. Ага, коса просветления, как обычно. Так, печати войны. Вау, что-то тут эпическое нам выпало. Глефа, что ли? И остроконечная шляпа. Так, продолжаем, ребят, сюжет. Ну, что там нам Юка скажет? Вы могли бы присоединиться к нашему фронту. Я думаю, ваша компания могла бы нам во многом помочь. Теперь я понимаю, почему Линк оставил эту надпись своей кузнице. Он знал об их планах. И, видимо, пытался их остановить. Я не знаю, кто этот их лидер, но он явно использовал знания Линка, чтобы подчинить себе энергию из разлома. Так, все интереснее-интереснее, ребята. Так, что у нас тут по экипировке? Есть что-нибудь новенькое, свеженькое? Ага, вот, ребята. Вот эта штука нам досталась. Оттенитель. Ну, она слабенькая, да? Слабенькая. Это Нагината. Ну, что же, хорошо. Будем знать, что у нас есть эпическая Нагината. Как же так, ребята? У нас пикирующий орел и без перков. Мы ничего в него не поставили. Ё-моё, я так играю. Естественно, все надо поставить. Все, что есть. Так, хлыст. А здесь теневое похищение. Все. Вот так вот мы и оставим. Ну, что же, давайте-ка плавненько переходить на основную сюжетную линию. Так, здесь нам ничего не надо. Здесь у нас все нормально. Так, ага, ребята, уже безумно. Да вы хоть можете себе представить, что нам пришлось пережить? Мне и остальным неумолимым. Вы вообще представляете, каково это очнуться среди тел своих близких? Мы просто должны поговорить с твоим лидером. Поверь, мы тоже пережили теневой кошмар. И еще посрочнее твоего. Да как ты смеешь? Хм. Противостоять Юке. Безумно. Женщина с кошкой. Босс это у нас, ребята. Ну что же, поехали тогда. Да, достала она уже действительно в корне. Ребята, если сейчас Нагината нам не поможет, то придется мне как-то раскачиваться дальше. Так, погоди, погоди, погоди. Блин, опять она свой бумеранг. Сейчас еще эта кошка. Ай-яй-яй. О, хорошо получилось. Так, ребята, главное ее не выпускать. Слушай, как ты достала меня уже свою кошку-то драную выпускать, а? Во, во-во-во-во. Отлично, отлично, ребята. Сейчас будет теневуху использовать. Нельзя давать ей использовать теневуху. Блин, вырвалась, а, говнюха. А ну-ка, выкуси, собака. Ух. Ну что же, ребята. 1-0. Ну, радоваться-то рано. Мы же прекрасно знаем, какие финты она нам может выкрутить сейчас. Так что не расслабляемся. Я могу только за счет теневухи, ребята, одолеть ее. Если меня прокатит это все дело. Так, вроде бы неплохо. Блин, кошара, ты достал меня уже, а? Да ну нафиг. Ну вот, началось, ребята. Ага. Так, бьем, 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 бьем. Черт, тебя подери. Подсечки свои делает. Ай-яй-яй. Получится? Нет, ребята? Получится? Нет? Ну-ка, бросочек. И добили, добили. Хух. Так, хорошо. Второй раунд тоже за нами. Надеюсь, психовать сейчас не начнет, как обычно. Так. Ну что же. Вперед. Ну, согласитесь, ребята, что с ноги на этой у нас идет лучший прогресс, чем вот с этим... с ножом на веревке. Как она там? Поющая птичка, блин? Или как она называется? Я уже забыл. Так успокойся нафиг. Да, пускай ноги на-то и не легендарное, а всего лишь эпическое оружие. Но, тем не менее... Эффект-то налицо. Ох. Ох. Хорошо она попала. Как вот меня ее на бумеранг бесит, а? На-ка. Ну что же, ребята, осталось столько добить. И... Ага. Начинается, начинается вот у нее вот это вот... Ай-яй-яй. Куда бьешь, стерва? Ты хоть видел, куда ты сейчас меня ударил, а? Ё-моё. Блин, ну вот, начинается, ребят. Я так и думал, что расслабляться еще рано. Хорошо, давайте. По крайней мере, у нас еще с вами есть два шанса. Две попытки. По-моему, уже один шанс. Вы посмотрите. Она начинает свои финты вот эти включать, и у нас уже опять почти нет здоровья. Так, хорошо. Половил я ее. Ай-яй-яй. Блин, да когда же тебе оружие-то твое из рук выпадет, а? И кошки-то с плеча упадет. Есть! Да, ребята. Вот и оружие упало у нее из рук. Посмертно. Фух. Все-таки мы ее одолели. Это хорошо. Я уж думал, мне еще там придется 10 боев возюкаться с ней. Так, ну мы с вами получаем новый уровень. Двенадцатый. Даже еще немножечко трянадцатого. Так, пять кристаллов. Опять же у нас деньги. Доспех охотника. Ну, честно говоря, ерунда какая-то. Это доспех неумолимого. Тоже ерунда. Рифленые молоты. Как же... О, рифленые молоты уже стали зелеными. Это уже что-то, ребята. Так, и бумеранги тренировочные. О, 369. Так, ну что же, давайте смотреть дальше. Считай, что твой лидер попал в беду и отправил тебе весточку. А ну, говори нам место их переговоров. Точные даты и место мне неизвестны. Последним нашего лидера, скорее всего, увидел кто-нибудь из столичных купцов. Хм. Теневая энергия из разлома только недавно поступила на рынок. Ее можно дорого продать. Офигеть, они тут уже ей барыжат. Вы представляете, ребята, а? Так, у нас глава четвертая. Невозможно опупеть. Так, давайте-ка я обратно поставлю, наверное, легендарный цепной нож. Блин, ребята, ну как же он долго одевает. Вы смотрите, я нажал, уже сколько ждем, он все не может накинуть. Во. Так, отлично. И забираем свои тренировочные бумеранги. Причем у них, ребята, знаете, какая способность? Они, когда вперед летят, атакуют. И еще возвращаются обратно. Тоже атакуют. Так, немножко их усилим. 374. Можно до 380. Все. Вроде бы все, ребята. Так, ну что, безумно. Блин, безумно. Так. Я знаю одного купца, который не брезгует подобными операциями. Надеюсь, он еще не успел сбежать из династии. Так, выгодная сделка. Выбей из купца информацию. Безумно. Ну что же. Вперед, как говорится, нам не привыкать выбивать информацию. Лишь бы враг был по зубам. Остальное все не важно. Так, раунд один. Кто у нас здесь? Купец. Ух ты. У него такая же фигня, как у меня. Начали. А ну-ка, поехали. Посмотрим, у кого сильнее. Так, успокойся, сынок. Ничего себе, блин. Вот это он вжарил мне. Ой-ой-ой. Ребята, что-то мне совсем не нравится. Так, отлично. Слушайте, ну, первый раунд может быть. Ай-яй-яй. Может быть, еще с горем пополам затащим. Так, теневуха у меня накопилась. А ну-ка, вжмашем его. И добивочный. Ух. Ладно. Как я и говорил, первый раунд мы еще потянем. Ну, вот второй, я не знаю, ребята. У него теневая энергия накопилась. Сейчас, наверное, будет жарко. Раунд два. Так, ну что? Понеслась. Ну, вот я вам, в принципе... Хотя... Пока ничего страшного нет. Так, приготет. Вот тут-то мы его и ловим, ребята. На прыжках этих улухов я вообще обожаю ловить. Так, нормуль. Вот так. Так, ну что, пол хп отняли. Оу, он оружие свое потерял. Все, ребята, я думаю, что он наш. Главное не подставляться под ближний удар. Так, тихо ты. Ха-ха. Ну что, купец. Давай-ка иди сюда. Как раз мне подстать. Так, что-то замышляет. Будем на расстоянии держать его нафиг. Во, 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 во. Давайте бумерангами сейчас одним его буду колбасить. На-ка, гад. Последний бумеранг. Так, блин, теперь энергия кончилась, ребят. Да, в принципе, добьем. На. Ух. Не такой уж он и был и сложный, ребятушки. Вообще изи. Лайт его прошли. Так, ладно, давайте-ка мы теперь, наверное, будем у него получать информацию, я так понимаю, да? Как он здесь, интересно, барыжил, когда деревня вся огнем горит. Какие-то сумасшедшие все здесь. Так, ну что, получаем деньги. Доспех мусорщика. Блин, меня вот это добивает. Доспех мусорщика. Так, маска посланника. Стальной шлем. И... Бонусная карта. Нунчаки. Обычные нунчаки нам выпали. Хорошо, продолжаем, ребят. Так, давайте диалог. Он говорит на редком диалекте, который я слышала всего пару раз в своей жизни, но разобрала только слова «посол легиона». Хм. У легиона не бывает послов. Переговоры по традиции ведутся лишь один раз. Но до войны доходит только... Времена изменились, Маркус. Из всех легионеров, что я повидал, а ты пока единственный, кто относится к словам серьезно. Хм. Глава четвертая невозможна, ребята. А что нам тут... Посол. Друзья мои, наша последняя встреча была сущим недоразумением, не так ли? Но сейчас все будет по-другому. Ха-ха. Схватить их? Всех, кроме легионера. Он точно оказался здесь случайно. Кстати, где-то я его уже видел. Я вижу мундир, который тебе явно велик. В мое время в Леоне с такими, как ты, вопрос решался. Так, быстро. Ха-ха. Отбейся от Северного Война, ребята. Ух, старый добрый враг. Ну что же, поехали. Так, ребятушки. Если это не поможет, не поможет уже ничего. Да-да-да-да-да. Именно мои родные Глефы. На самом деле, это не Глефы. Но, тем не менее. Все. Если мы его сейчас отсюда выпустим, будет очень нам больно. Ах, ты собака! Обратно в угол его. Обратно в угол надо. Ага, дудки. Черт подери. Ребята, надо его обратно гнать в угол. Иначе будет плохо. Ага, как бы не так. Иди вставай нафиг в уголок. Там твое место. Шелудивый пес, блин. Ох, теневуху взял. Он взял теневуху, ребята. Теперь придется его гнать в другой угол. Тихо. Слушайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет. Не буду ничего говорить, ребята. Не буду. Блин, сейчас начнется, чувствую, а. На, гад, получи. Ай, промахнулся. Ну, добиваем, добиваем. Давай, парасате. Ну, под звездочку. Блин, мимо. Ах, фак. Вот что значит, ребята, упустить. Упустить и держать его, как говорится, на дистанции. Надо всегда держать его вплотную. Практически. Как же он меня достал уже, а ну, в самом деле. Так, тихо, нафиг. О, опять началось. Жесть. По-моему, ребята, опять мы тут с вами профукали. Ладно. Да, видимо, так оно и будет, ребята. Даже теневуха меня здесь не спасет. Ага, со своим арбалетом тут гребаным опять. Вот, надо, когда он прыгает, его подлавливать. Ну, давай, давай. У меня, ребят, кажется, новая стратегия выработалась. Так, прыгай. Не стал прыгать, гаденыш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, давай, 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 давай. Ой, вот так вот и... Ну! Есть! Ай, блин, какой есть? Еще не добили. Кто кого? Ух! Слава яйцам, ребята. Мы завалили. По крайней мере, мы сравняли счет. Фух. Да. Я даже сам не верю своим глазам. Неужели выкрутились как-то? Ну, еще, как говорится, у нас бой, ребята. Так, 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 тихо. Есть! Он потерял свое копье, сраное. Ух, теперь-то я уж, ребята, думаю, что он наш. Весь с потрошками. Оп, очки. Нежданчик какой-то. Так, раболее твой нахрен не поможет. Хе-хе-хе. Слушайте, давайте будем ждать, когда он прыгнет, и ловить его. Оп, оп, опа. Ух, шикарненько. Давай, прыгай. Блин. Ты будешь прыгать или нет? Черт, не прыгай. Во, во-во-во. Черт, немножко промахнулись, ребята. Немножко, блин, промахнулись, говорю. Ну. Ай-яй. Хорошо, ладно, ребята, у нас... Блин, не успел. Да какой ты удар делаешь? Не это я хотел. О, ладно, фиг с ним. Есть! Ну, неужели этот говнюк, блин, сдох, а? Фу ты нафиг. Так, ладно, давайте, ребята, дальше смотреть. Все... Просто весь мозг мне высосал через соломинку. Вот честно говорю, ребят. Так. Блин. Почти полтринадцатого уровня мы с вами заработали. Так. Кензюцу. Угу. Рифленые молоты опять. Деревянные камы. Камы эти меня бесят. Так. И также легкие камы. Это редкие. Так. И бонусная карта. Давайте посмотрим, что у нас будет в бонусной карте. Металлический шуангоу. Ясно. Понятно все. Ничего хорошего нам, короче, не дали, ребята. Так. Говори, где лидер неумолимых. Тебе же все известно. Такие, как ты, не дерутся открыто, а строят козни за чужими спинами. Ха-ха. А ты мудр не по годам, я погляжу. Нужен лидер неумолимых. Так бы сразу и сказали. Дурочка включает, а? Он назначил встречу легиону, чтобы предоставить нам универсальное оружие. Взамен просил оставить в покое его деревню. Так, ребята, что-то тут намечается, по ходу дела. Блин, глава 4-то невозможно. Переговоры от легиона будет вести лесной волк. Вернее, переговоры вообще не состоятся. Дело в том, что волк не дипломат. А кто он? Он профессиональный убийца. Ему лишь надо подобраться поближе, и тогда требования выдвигать будем уже мы. Да ты что? Так, победить лесного волка. Блин, невозможно, ребята. Хе-хе-хе. Черт подери. Че-то мне не нравится. Ну, давайте посмотрим, что это за олух. Лесной волк. Ага. Че? Че? Ха! Не! Да... Да ладно тебе, ты... Как так? Три удара, и я готов? Три удара, и он меня всмятку! Так, ну-ка еще разок, я не понял. Ё-пас, это ребятушки, сколько я его буду колупать-то такими темпами? Блин, я еще и глефы-то не выложил, надо было... Ай-яй-яй, надо было их выложить. У меня же есть другое оружие, ядрить тебя на корень. Он еще и топорами своими бросается, а, гад! Не, ребята, здесь какой-то просто бесполезняк, блин. Ага. Получил, гаденыш, свое. Сейчас, я чувствую, ударит меня пару раз, и все, и мне звездец приснится. Да, смотрите, сколько я его колупаю, атакую, атакую, а ему все пофигу. Сейчас еще каком-то теневуху включит себе. Включил, гаденыш! Тихо, тихо, тихо! Да. Вот и подрались, называется. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно увидимся с вами в следующей серии, и продолжим проходить Shadow Fight 3, главу четвертую. И я был уверен, что волчье племя не выживет, а Легион никогда не смирится с их дикостью. Да, как-то так. Ну все, ребятушки, всем пока, до новых видосиков. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!